Сколько же стоит содержание морского аквариума? Разберем на примере моего домашнего 700-литрового рифа. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Денис. Я представляю аквариумную студию 2CRABS. Находимся мы в городе Одесса. Мы занимаемся изготовлением морских и пресноводных аквариумов. Часто задаваемый вопрос, сколько стоит содержание морского аквариума. В преддверии нового года мы сели и решили посчитать, сколько мне обойдется содержание моего морского аквариума на 700 литров на следующий год. Есть расходные материалы на аквариум, которые нужно покупать раз в 3 месяца. Есть, которые нужно покупать раз в полгода, может быть даже раз в год. Поэтому мы все эти расходники, которые необходимы для моего 700-литрового аквариума, сложили вместе и поделили на 12 месяцев. А сейчас огромная просьба убрать жон от экрана, потому что мы перейдем к цифрам. Один из важных моментов это водоподготовка. Я использую дома фильтр обратного осмоса. Мне нужно будет в год поменять одну мембрану. И каждый месяц я буду менять предфильтры. Еще дополнительно у меня есть ионообменная смола, которая доочищает воду. Ее нужно будет поменять раз в 3 месяца. Хорошая вода уже у нас есть. Теперь нам нужна еще хорошая соль. Подмену я делаю 20 литров раз в неделю. Соответственно, в следующий год мне нужно будет 2 ведра соли. Соль я буду использовать Fauna Marine. Но запускал я свой морской аквариум и использовал до этого соль Prodibium. Измеряю я в своем морском аквариуме 5 показателей. Это карбонатка, это магний и кальций, фосфат и нитрат. Использую капельные тесты Solifert. Одной упаковки хватает где-то на 50 замеров. Соответственно, набор из 5 тестов мне нужен будет на следующий год. Много рыбок, я люблю их покормить. Соответственно, у меня много нутриентов, которые нужно выводить. Вывожу я их антифосом, углем и пеллет-реактором. Для пеллет-реактора нужны пеллеты и нужны бактерии. Антифос и уголь я использую в торговой марке Fauna Marine. В литровых их упаковках мне нужно будет по 4 упаковки. 4 антифоса и 4 угля. Пеллеты я использую в торговой марке DWH, потому что это лидер. Потому что они придумали эти пеллеты изначально. Я использую темные пеллеты, потому что они выводят не только нитрат, но и фосфат. Мне нужно будет 2 большие упаковки на следующий год. И бактерии, которые я использую с ними в паре. Это Prodibio BioDigest 30 ампул. Я добавляю 1 ампулу раз в 2 недели. Соответственно, одной упаковки мне тоже хватит на год. Как вы помните, у меня еще есть флисовый барабанный фильтр тонкой очистки. Я его обязательно поставлю. Так как у меня еще нет опыта с ним работы, я поузнавал у тех, кто им пользовался. Мне нужно будет большой барабан 1 на 2 месяца. Соответственно, мне нужно будет 6 барабанов на следующий год. Использую я в своем рифовом аквариуме гибридный свет. Там есть Т5 лампы. По инструкции их нужно менять раз в 6 месяцев. Но так как они у меня горят всего 5 часов, я меняю их раз в год. И мне нужно будет на год поменять 4 Т5 лампочки по 54 ватта. Рыбки у меня крупные, упитанные. Хирурги, большая стая. Я их кормлю сушеными водорослями. Омега-1. У меня уходит 1 пачка в месяц. Я их чередую. Они есть там зеленые, красные и коричневые. То есть беру все время разные. Своих рыбок я кормлю сухими кормами. Фауна-марин кормлю мультимикс. Там 5 гранул. У меня вот уходит 1 большая банка раз в 2 месяца. Еще кормлю омега-1 с чесноком. В маленькой банке она уходит тоже раз в месяц, раз в 2 месяца. Я не кормлю своих рыбок замороженными кормами. И живыми кормами я кормлю только специализированными сухими кормами. И вот в итоге получилась вот такая вот сумма, которую мы поделили на 12 месяцев. И расход у меня в средний в месяц вышел вот такой. Много-мало это уже спорный вопрос. Дальше я попрошу Тараса Николаевича, чтобы он посчитал расход своего домашнего аквариума. Потому что мой аквариум с крупной рыбой, мягкими кораллами. У меня нет ни СПСов, ни ЛПСов. У него это все есть. Поэтому у него есть дополнительные расходы по баллингу и так далее. Он это тоже, я надеюсь, посчитает и нам покажет. В эту сумму не вошли расходы по электричеству. И в эту сумму не вошло все то, что уже есть в этом аквариуме. Это мы поговорили о планируемых расходах. Но бывают непланируемые расходы. То есть бывает рыба заболела или там вспышка каких-то цианобактерий. Нужно купить какие-то дополнительные препараты. Плюс еще желательно откладывать какие-то деньги на то, что оборудование может выйти из строя. Нужно будет купить новую помпу или сделать апгрейд какой-то там светильника. Это все тоже дополнительные расходы, про которые вы должны помнить. И обязательно мы должны помнить, что у каждого из нас есть какая-то хотелка. Купить новый коральчик или купить новую рыбку. Это тоже стоит денег. Денег это может стоить разных. Я вообще считаю, что это одно из самых чудеснейших хобби содержать аквариум. Пускай это будет не морской аквариум, любой аквариум. Потому что он всегда находится в тепле. Ты каждый раз можешь прийти домой, увидеть, порадоваться. Подпишитесь сейчас на наш канал. Не забывайте отмечать нас пальцами вверх или вниз. И также писать комментарии. Пускай у вас будет красивый здоровый риф.